Что у меня прямо сейчас... Марло Брэндо. Марло Брэндо! Майни, мы с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала... Лолошка. Господи, как я мог забыть. Называется Последняя Реальность. 87-я будет 88-я серия. 87-я это Война Начала. План мафиози. Майнкрафт. Погнали смотреть. Обалдеть. Огромный холодильник GDH. Холодильник, вмещающий кучу тел супер прокачанных автономных автоматонов. Улучшенный движок, взламывать сети, не спать неделями. Это идеальное тело для нашего телефонного Дилана. Огромное спасибо за показ Саймону Соулусу, который оказывается как раз и является одним из таких прокачанных автоматонов. Короче, сейчас все расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие и друзьям. Я лолошка. Не нравится, что у него ствол в быстрых слотах. Чисто, что можно было бы такой... Стол достал. Добро пожаловать в последнюю реальность. По-еб-бли. Танц-дэнс-тайм. И снова всем привет, дорогие и друзья. Я лолошка. Добро пожаловать... Сегодня как-то привкну к его новой прическе в начале. Последнюю реальность. Сезон, в котором мы замерзли, черт возьми. Но это определенно того стоило. Холодильник GD. Именно это место будет той самой отправной точкой для загрузки Дилана в новое тело. Но тут скорее вопрос, не когда мы это сделаем, а как мы это сделаем. В этом нам поможет буквально ходячая подсказка по имени Саймон Золус. Цитирую. Я знаю, как привести то тело в нормальный вид. Но от тебя тоже многое потребуется. Я напишу. Что ж, Саймон, мы явно на тебя надеемся. Но, друзья, надеюсь вы поняли, этот холодильник это не лаборатория GDH. Лаборатория, где другой я проводил свои основные опыты и расследования. Пока что все еще неизвестно где. Но ничего, ничего, пока что мы все равно туда не попадем. Если верить словам из предыдущей серии, в этой лаборатории какой-то ядовитый газ. Который скоро должен выветриться. И я, конечно, могу ошибаться, но по-моему выветриться должно уже сегодня. Что ж, это будет прекрасно. Надеюсь, как раз сегодня про этот ядовитый газ тема и поднимется. А пока что Саймон Золус написал... Гленн. Стоп, что? Гленн? Это... Ох, ничего себе, сколько ты написал, Гленн. Эй, эй, Лолошка, привет. Слушай, у меня тут дебильное желание продаться. А, Гленн, который стример. После сцены в гостиной. Господи, я затыкал. Кто это? Не могу уснуть из-за этого. Что? После сцены в гостиной? А, да, 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 да. В предыдущей серии, помните, он очень громко в гостиной разговаривал с мамой. И вроде бы они разговаривали о том, что он содержит семью, но при этом она о нем не вспоминает и как будто даже презирает. Да, уж мы частенько ругаемся с мамой. Она очень стесняется того, чем я занимаюсь. Не знаю, почему стесняется. Я бы хотела, чтобы я был врачом, чтобы она могла всем своим подругам рассказать. Понимаете, она, вот я не понимаю таких родителей, они хотят хвастаться тем, кто их сын почему-то. Им важнее статус своего ребенка, а не счастье своего ребенка. Это очень тупо. И то, им интересен статус своего ребенка для самой себя. Им это важно. Им это добавляет плюсик, типа. Сказывают, что у нее сын врач. Ладно, я, слушай, Ло, правда, на самом деле я редко позволяю себе так с ней говорить. Я просто устал. Да, правильно сделал. Слушай, кстати, завтра, ну, точнее уже сегодня будет крутой ивент по случаю приближающихся праздников. Я бы вот сходить хотел, но вот не с кем было. А сейчас подумал, а может быть тебе было бы интересно, а? Если что, тема начинается в 14.00, так что мне бы, наверное, лучше сейчас уже спать лечь. А то ты согласишься, а я в итоге не проснусь. Если я не выползу из комнаты к 12, стучись ко мне без угрызений совести. Споки-ноки. Споки-ноки. Будет крутой ивент по случаю приближающихся праздников? Новый год, наверное. Слушай, Глент, ты даже не написал, что за тема. Вот реально. Не, Глент, прости, я занят буду. Но ты зови в следующий раз. Ладно, Глент, ты настолько меня заинтересовал, что да, я согласен. Ну, ладно, давай. Надеюсь, из-за этого я не пропущу какой-то важный сюжетный момент. А вообще, привет, Персик. Так, сытость у тебя хорошая, счастье нормальная. Ричард. Фу, ну, хоть забывают, хоть забывают про Персика. Привет, да какой уж добрый. Вчера болтал с Клео. Прикинь, кто-то из её фанатов написал огромный хейт-пост, потому что ей не понравилось аниме, которое понравилось ему, комментатору. Правильно. Те, блин. Я, правда, так и не понял, почему он её расстроил. Типа, чё расстраиваться-то? Ну, на расстоянии такое было. Видимо, я воспитан автоматонами. Привык к тому, что если кто-то идиот, то... Не надо обращать на него внимания. Да. Хотя у меня у самого хейтеров особо-то и нет пока. И аудитория не такая большая, как у Клео. Да и комментарии в основном от любопытствующих. Да. Сложно меня хейтить, когда я просто рассказываю факты, которых никто больше не знает. Хе-хе-хе. Но если всё-таки Дилан наконец доверит мне видосы, которые он сумел достать со старого телефона, хейтеров сразу прибавится. Да, Дилан? Со всех сторон. Хе-хе. Да, Дилан. Вот тогда и узнаем, насколько я смогу равнодушно относиться к хейту, когда этот хейт затронет меня самого. А сейчас я, конечно же, не понимаю, почему все так переживают. Но жизнь меня уже научила, что вещи, которые касаются других, воспринимаются совсем не так. Когда они касаются тебя. Ну, то, видите, умнеет. Например, меня нереально злит, что Дилан не отдаёт мне мои же видео. Говорит, что я не готов. Хе-хе-хе. Чё это, блин, не готов-то? А когда буду готов, Дилан? Когда? К чему я там, блин, готовлюсь-то? Он просто издевается надо мной. Вот и всё. А? О, чё там? Прикинь, прикинь. Вот знаешь, что написал мне? Что именно эти мои слова доказывают ему, что я не готов. Я уже начинаю уставать снимать столько видео. У меня идеи заканчиваются. А мне ещё для хаоса снимать, блин. Нельзя штрафа от Рентона. Так всё. Зря, мне кажется, хаос для блогеров. Вот эти все ТикТок хаосы, блогер-хаосы, вообще для блогеров они вредят больше, чем помогают. Ой, так ладно. Надо поесть, надо поесть, завтракать. Когда я голодный. Хотя тут хотя бы нету контракта. В многих блогер-хаосах и подобных ты ещё подписываешь контракт и вообще рабский. Вот типа реально о том, что чуть ли не твоё имя и твой канал принадлежит этому хаосу. Тут хотя бы чисто на уровне. Просто снимай видосики на общий канал, а так, в общем, твой канал остаётся независимым. Это как бы нормально. Мне начинается едать панька. Всё более-менее. Эй, Кана, всё нормально, не волнуйся, тебя я точно не съем. О, господи. Бедный Ричард, столько дел, столько дел. Ну, на самом деле мы понимаем то, что оказывается, не такой уж он и богатый. Я почему-то думал то, что раз он нахватал много популярности, то у него и денег много. И, следовательно, он без проблем может оплачивать эту комнату. Но, видимо, нет. Штрафы от Рирдена тоже стукнут по его карману. Эй, Кана. Кошачий лоток, лежанка, персик у нас нормально. Чё-то сегодня завтракают все не за столом. А, нет, кто-то всё-таки за столом. Всем привет. О, привет, Ло. Слушай, твой щенок выпрашивает у меня еду постоянно. Я ему, конечно, ничего не даю, знаю, как хозяева животных к этому относятся, но вот про остальных не знаю, правда. Ты следи, чтобы он вес не набрал. Хотя такой милашка в любом весе будет красавчиком. Это правда. Только не говорите, что это будет механика того, что можно сделать журного пса. Даже жалеешь, чтобы не завела себе пёсика. Так, слушайте, а вы не кормите моего пса без моего ведома? Ну что, ведома... Ой, блин, слушай, у меня тут новости. Мой последний танец становится трендом. Я видел, как его повторили уже около 20 других человек. Некоторые меня отмечают на видео, поэтому ко мне пришло много новых подписчиков. А вместе с этим и парочка рекламодателей. Всё, богато, успешно. Мне уже написал Рерден. Поздравил с успехом. Сказал, что ему понравилась хореография. Необычная и, как он сказал, простая. Словила с этого какие-то отцовские вайбы. Настоящий папа меня никогда не хвалил. Так, ладно, буду работать дальше. Грустно. Сломанные люди одни. Одного мама не ценит, другого папа не ценит. Реально, это грустно. Ну, это в реальной жизни так оно и есть, на самом деле. Часто родители абсолютно не ценят своих детей. Ух ты, никогда не хвалил. Не знаю, стоило ли мне это рассказывать, но окей, окей. Ой, кстати, а я же могу тебе по идее что-то подарить, да? Так, да, сделать подарок. Лови морковь. Друзья, пытаешься набиться? У тебя получается. Супер, супер. На всякие проверяем отношения. Брай. Ой, блин, пока что недоверие. Но ничего, ничего. Главное то, что мы продолжаем что-то дарить. Ричард? Не поговорим, с Клео поговорили. Тим? Я хочу купить особое устройство, которое испускает высокочастотный сигнал. Этот сигнал воздействует на автоматонов, заставляя их дергаться, как оттока. Я бы тогда мог всем доказать, что правительство это автоматоны. Я бы им доказал. Боже, Тим. А зачем тебе это вообще надо? Вот зачем тебе реально это доказывать? Так, может, давай тогда и вместе купим? Если такое устройство уже существует, почему его до сих пор никто не применил? А? Ай, ну так они никому его не дают, ты чё? Они ж не идиоты. Если бы они были идиотами, давно бы уже спалились. Ой, блин, ну как может быть таким недогадливым? Сделать устройство, которое производит высокочастотные звуки, это же вообще максимально просто. Типа, любой твиттер, максимально хороший твиттер делаешь от этого. От колонок и всё, высокочастотный звук. Ага. Ну ладно, с Тимом в целом у нас всё то же самое. Он говорит про заговоры, про автоматонов. Тем не менее, мы сейчас берём редстоун. И да, я хочу узнать... Летучая мышь берёшь и сдавливаешь её. Извините, я не хорошо, то есть с животом, это шутка. Не надо давить летучих мышей. Что будет, если подружиться с Тимом до конца? Ну типа, если что, они ультразвук типа испускают, у них же хайлокация и так далее. Поэтому там как раз высокочастотный звук. Подарок? Знал, что ты крутой. Спасибо. Пожалуйста, Тим, пожалуйста. Пока. Проблема только в том, что у меня прямо сейчас... Марло Бренда? Марло Бренда? О, господи, какая редкость. Короче, я хотел сказать, что у меня цветочка нет. Я хотел подарить Клео, но уже не важно, пофигу. Так, где, где, где? Марло Бренда? Нужно встретиться. Я напротив твоего дома, в машине. Оу. В плане... То есть, как, 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 как это напротив? В чёрной машине. Типикал, типикал бандиты. Стоп. А я хотел это, деньги... У меня просто деньги тают, и сами понимаете, мне нужно вот это вот зарабатывать. Ну ладно. Здравствуйте. У тебя нет варианта, братан. Ну здравствуй. Ого, прикольно. Я принес мой магазин с парочкой дружков Санчеза. Ой. Хе-хе. Да? Ладно. Молодец, молодец. Его жажда власти и самоуверенность играет нам на руку. Мне важно, чтоб ты знал. Диего ужасный человек даже по моим меркам. В нём говорит только алчность. У него нет других интересов в жизни. У него нет никаких принципов. У него нет чести. В его мире существует только деньги. Блин, круто. Даже машина внутри проработана. Не, вот это классно. Это очень круто. Блин. В нашем деле крайне важны принципы, парень. Это болевые точки, на которые могут давить наши оппоненты. Угу. Это слабости. Но в этом есть сила. Я вот, например, знаю твои болевые точки. Ты знаешь мои. На основе этого можно договариваться. Если у оппонента таких точек нет, с ним невозможно договориться. А это значит, оппонента нужно устранить. Да. Это именно то, что я хочу сделать с Санчезом. Но я хочу не просто устранить его как человека. Я хочу гарантировать, что на его место не выползет новый беспринципный болван. Я хочу уничтожить всю его деятельность. И ты мне, парень, в этом поможешь. Я слышал, ты уже выяснил опытным путем, что Санчез не любит полицию, да? Так получилось. То, что ты еще жив, говорит о том, что он тебе доверяет. Ни полиция, ни другие доны группировок, ни даже я не знаем, как он распространяет паленый алкоголь. Это настоящая беда в городе. Мы не знаем, привозят ли ему сырье, или уже в готовой таре. Или откуда они вообще берут спирт, где разливают, и как он в итоге попадает на прилавке. О, это сюда, это очень бы много того. Если нам удастся что-то выяснить, то через пару дней информация оказывается неактуальной. Он может позволить себе просто выбросить людей и нанять новых. Алкоголь с метанолом может попасть на любой стол. В дорогом ресторане, или даже в милкой забегаловке. Да, конечно, мафия далека от святых добряков, это правда. Но ни я, ни Розенталь, ни Евсей никого не обманываем. Мы продаем запрещенные вещи, оружие, не боимся насилия. Это да, это все правда. По факту они не скамеры. Вот на самом деле, да, тут тот занимается именно обманом, а эти скамом по факту. А эти скамом не занимаются, они занимаются просто нелегальщиной. Но наши покупатели хотя бы знают, на что идут. Люди, которые идут к Розентале в казино, знают, что они могут потерять деньги. А 20-летний мальчишка, покупающий после работы бутылочку, даже не знает, что может ослепнуть. Жесть. Ты понимаешь, о чем я говорю тебе, парень? Ну, в целом, да, да, благородная мафия, понимаю, продолжай. Точно понимаешь, в чем между нами разница? Да, да, да. Вы как бы... По факту обычным людям, ну типа его мафия, не грозит обычным людям чаще всего. То есть их не интересуют просто обычные люди. Поэтому, а вот он как раз обычных людей подставляет этим кошмаром. Вроде преступные, но при этом даже в преступном мире вы никого не обманываете. Ну, во всяком случае своих покупателей. А Санчезу плевать на все моральные устои даже в преступном мире. Да, да, я понял, ну правда, понял. Нет, нет, так не пойдет. Мне важно, чтобы ты сам... Плохая, ты хороший. Блин, я готовил это. Я сразу готовил, господи, нет. Я плохая, ты хороший. Кто сказал, я должен убедиться, что ты понимаешь. Сценаристы приколисты. Да, ну я же только что произнес. Вы типа хорошая мафия, а Санчез, ну типа плохая мафия. Потому что Санчез помогает найти работу молодежи, в то время как вы из гордости их себе не берете. Я плохая, ты хороший. Мафиозная версия. Дела Санчеза затрагивают обычных людей и ставят их под угрозу. Такого быть не должно. Отлично. Рад, что мы с тобой на одной волне. Значит, ты понимаешь, какая перед тобой будет стоять задача, парень. Ты должен выяснить, какая цепочка производства у этого негодяя. И как эту цепочку разрушить. Также я все еще ожидаю, что ты не будешь пытаться связаться со мной или прийти ко мне. Ты можешь выдать нас с потрохами. Сообщения, которые я тебе отправил, удалятся автоматически. Если Санчез захочет от тебя демонстрации лояльности, скажи ему, что мое перо хранится в загородном доме. У меня есть золотое перо ручной работы, украшенное россыпью драгоценных камней. А, типа, ну это прям вообще жестко. Я храню его в своем коттедже. Оно мне очень дорого, правда. Многие мечтают до него добраться. Но никто не знает, где я прячу это перо. Если ты выдашь Санчезу эту информацию, у него отпадут все сомнения по поводу тебя. Не переживай, они все равно не смогут украсть это перо. Не при моем уровне охраны. А теперь иди и не подведи меня. Я могу казаться тебе добреньким, но поверь, это иллюзия. Ладно. Всего доброго. Вот и поговорили. Пока-пока. Что я могу на это сказать? Какое-то серьезное задание мне дали. Слушайте, а мне правда это надо? Устранять одного из главарей мафии. Хотя погоди, мы же не устраняем его в чистом виде. Мы устраняем его бизнес. Да, так что, ну ладно, ладно. Это звучит по-другому. Так что, окей, что у меня за задание? Внедрение в мафиозную группу. А еще что он до этого застрелил парочку человек уже, как бы. Типа, его это не волнует, потому что он со ствола, он уже прострелял минимум человек десять. Если не больше, просто такой. Не, ну теперь как бы убивать это за совесть, но я, типа, добрый мальчик. Потом. Да, похоже, я все-таки сумел убедить Санчеса, что я GDH. И хочу якобы с ним сотрудничать. Марло наконец-то объяснил, чего он от меня хочет. Сейчас я должен выяснить, как Санчес поставляет всему городу контрафактный алкоголь. Да, да, все-таки мы поняли, в чем суть. Ну, знаете, это действительно благородно звучит. Разбавленная бодяга, это плохо. Ну, а если заходить еще глубже, любой алкоголь это плохо. Окей. Так, получается, чтобы доказать свою лояльность Санчесу, мне нужно рассказать о неком золотом пере. У меня есть золотое перо ручной работы, украшенное россыпью драгоценных камней. Я храню его в своем коттедже, оно мне очень дорого. Если ты выдашь Санчесу эту информацию, у него отпадут все сомнения по поводу тебя. Да, 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 да. Так, мне, наверное, написать надо, или что в этом... Наверное. О, лично. Смотри, реально, с Марло Бренда удалилась переписка, как он и сказал. Но при этом Диего Санчесу написать мы сейчас не можем. Ладненько. У нас там в 12.00 нужно, получается, Глена разбудить. Ну, если он не выйдет. А раз уж у нас есть немного времени, пора заработать баблишко. Так, улица параллельная, улица Ричмонда. Что-то связи нет тут. Ой, это так близко друг к другу. Здрасте, забираем. И тут же отдаем. Привет. Да, да, все, иди отсюда. Понятно. Слушайте, вот мне дают столько опыта, а сколько осталось до уровня? О, почти. Фуга себе. Еще одно задание, и все. На самом деле, вот что я понял. Со всей этой мафией, со всеми этими гопниками, мне по-любому нужно прокачивать что-то такое, что... Например, во. Крепость. Блок щитом не расходует выносливость, а также имеет шанс в 50% оглушить противника при блокировании. Не, ладно, щитом я не особо пользуюсь. Вот оно. Первая атака по каждой уникальной цели имеет шанс 3% мгновенно убить. То есть у меня будет 3% шанса, чтобы по сути все 100% гопника убить моментально. Короче, да, прокачку боя по-любому нужно делать, а вообще... О, персик. Привет, куда идешь? Сколько времени? Ой, уже 1159. Сейчас, по идее, Гленн должен проснуться. Ну-ка. Покормил бы хотя бы. Гленн. Пепсика. Персик лег сюда. Гленн? Нет, видимо, все-таки он не проснулся. Эй, Гленн. А? Че, кто там? Блин. Сейчас. Ты че тарабанишь, а? Ну-ка. 12 часов всего лишь. Че хотел? Что? Гленн, это ж ты мне написал. Офигеть, ну и наглый же ты, я сваливаю. Да знаешь, подумал, смешно будет, если я тебя разбужу. Я думал, это ты мне написал сегодня ночью и позвал куда-то пойти. Это же он был, все правильно. Что? Ай, блин, точно. Это был ночной Гленн. Он тот еще придурок. Любит навалить кринжа. Ладно, давай, давай, заходи. Лунатизм, да, у тебя? Прости, слушай. Я ночью становлюсь более эмоциональным и откровенным, что ли. Но от предложения своего не отказываюсь. Сегодня будет киберспортивный турнир по одной игре, которая мне очень нравится. Контр стручки. Он благотворительный, если че. Майнкрафт. Собирая средства на подарки малообеспеченным детям. О. Сегодня первые игры. А вообще, турнир будет длиться 4 недели. Вплоть до праздников. Теперь, когда ты знаешь, во что я пытаюсь тебя вовлечь, ты все еще согласен идти? Или уже нет? Киберспортивный турнир? Спрашиваешь? Конечно, хочу. Интересно, конечно. Конечно, я хочу туда пойти. Клео, кстати, рассказывала, что ты сам мечтаешь стать киберспортсменом. Не, Гленн, знаешь, эти твои игры, это что-то для детей. Твоя мама была права. Ты так говоришь, будто в мафиозную группировку меня завлечь пытаешься. Идем, конечно. Я хочу это нажать. Ты так говоришь, будто в мафиозную группировку меня пытаешься завлечь. Ты просто не понимаешь, на что соглашаешься. Эта тема, она... Она затягивает. Даже просто смотреть игру оффлайн, это, блин, ну это нереальные эмоции. Не, оффлайн-то прикольно, конечно, очень интересно. Это, как знаете, я не люблю футбол, но однажды в жизни мне удалось побывать на футбольном матче, на стадионе, посмотреть, блин. Совершенно другие эмоции. Мне вообще интересно, футбол по телевизору абсолютно. Я считаю, что это вообще стоит от времени, для меня лично. Но вот на стадионе, ну, в этом есть какой-то шарм, прикол, дух какой-то. Знаешь, я, я рад, что ты согласился пойти. Так, ладно, дай мне тогда переодеться и пойдем. Хочу быть там одним из первых. Жди меня внизу. Понял. Ладно, переодевайся. Кибер-спортивное мероприятие. Договорю вам, если мы с вами скинемся и купим мне эту ультразвуковую отвертку. Да, именно так она называется. Да, это отсылка на популярный сериал. Это неважно. С помощью этого устройства можно определить автоматон перед тобой. Или нет. Поддержите меня донатом, и я раскрою вам все тайны, которые от нас скрывают. На этом свой прямой эфир я буду заканчивать. Спасибо, что остаетесь на стороне правды. Какая-то звуковую щетку чисто к уху подносить будет, и все. Ну, еще раз привет. Прямую трансляцию вел? А, да, да. Прикинь, на стрим пришло почти 400 человек. Учитывая то, что стримы не мой формат, это... Ну, хороший результат вроде. Мои подписчики, конечно, больше любят полноценные видео. Там, с эффектами и все такое. На стримы приходят настоящие фанаты. И самые общительные ребята. Ну, это факт. На стримы так и есть. Поэтому, ребят, во всем там стримы про Вест, вы прям лучшие. А, да, все, кто просто видос смотрят, тоже вам большое спасибо. Мне приятно, правда. Вы все важны. Мне становится легче после стримов, потому что на них меня обычно, ну, хотя бы поддерживают. Ты, кстати, это, чё, куда-то собираешься, что ли? Да, да, Тимоша. Мы сейчас идем с лололожкой на киберспортивный турнир смотреть. О, а с вами можно? Чего? Ты же ненавидишь такие мероприятия. Ну, да, но сегодня я чувствую себя сильным. Да, ну, ладно, я не против. Если лололожкой тоже нормально, то... Да ты чё, конечно, ему нормально, посмотри на него. Не пришел. Так, ладно, сейчас я оденусь тоже. Сейчас, сейчас, ребят, только не уходите. Ну, ладно, ждем тебя. Интересно, у него в школе вообще были друзья? Он такой смешной. Единственный блогер из всей его тусовки, кто верит в то, о чем говорит. Остальные ловят настроение толпы и болтают то, что шизики хотят услышать. Да. А Тим все это время гнет свою линию. Знаешь, я иногда даже задумываюсь. Может быть, он и вправду что-то знает. Эй, ребят, я готов! Окей. Так, ладно, мы как, на метро поедем? Или карш возьмем? Да, да, да. Какое метро? Я под землю не ногой. Ну, ладно, вопрос отпадает, получается. Пойдем. Слушай, Тим, что это за... Шапочка? Это шапочка йоды. Или подожди? Это же шапочка йоды, я правильно понимаю? Шапочка какого-то гоблина. Это шапка какого-то гоблина. Миш, там, зубы какие-то. Так, ладно, ладно, ладно. А мне нужно что? Каршеринг взять, я правильно понимаю? Что ж, ребят, у нас на выбор пикап или пикап. Я так понимаю, это что никто скидываться не будет, и в итоге за все заплачу я, как обычно, по классике. Что ж, ладно, 132 в минуту арендовать. Давайте, садитесь. Только скажите мне, куда в итоге ехать-то? А, да, точно. Нам еще в торговый центр. О, спасибо. Так, ладненько, давай-ка вот здесь проедем быстренько. Супер, супер. Здесь у нас вроде как нет машины. Эй, слышь, Тим, а что это ты в метро-то не ездишь? Там что, типа рептилоиды живут, что ли? Чё? Какие рептилоиды? Ты дурак, что ли? У меня пониженное давление просто. Мне в метро плохо становится. Голова кружится. Ага. То есть, хочешь сказать, рептилоидов в метро нет? Ну, ты же сейчас с нами в машине, значит сейчас нет. А, понятно. Стоп, погоди. Ты чё, это сейчас подшутил надо мной или мне показалось? О, нет, лолошка, они эволюционируют. А Тим умеет трофить, нормально, нормально. Тим, слушай, не ожидал, что ты так умеешь. Тим со странностями, ну вроде... Короче, со странностями, да. У нас как-то отношения друг с другом росли. А то мы вот, ну по сути, просто поболтали. А отношения не выросли. Разработчики это на заметочку. Ать. Ну тут всё-таки метка есть. Нам сюда. Всё, ребят, выходим, выходим. Ты прокавался, как гений. Шеринг заканчивает свою работу. Опа. Сразу что подловил. Здравствуйте. Нам, пожалуйста, три билета на игру. Здравствуйте, простите, но все билеты были выкуплены одним тайным благотворителем. Эм, под... Эм, чего? Так, подождите, а если все билеты какой-то один чувак купил? Это чё значит, типа, зал пустой? Да, пустой. Но я не могу продать вам билет. Система не позволит. Да, может быть вы нас без билета тогда пустите? Нет, нет, нет. Не могу. По инструкции не положено. Ребята, я вас правда понимаю. Сама думаю, что на благотворительность скупать себе билеты это, ну, реально полный бред. Это бред. У нас же есть специальная опция сделать просто пожертвование. Но мне деньги нужны. А меня штрафуют, если я вас пропущу. Поэтому нет. Мне кажется, сейчас Лолушка взломает дверь. Мне кажется... Эм, понимаю. Ладно, это не ваша вина. Ну, чё делать тогда будем? Стоп, что? Подожди, мы реально не попадём? Это издевательство какое-то. Да. Слушай, может хотя бы тогда пожрать сходим? А то я даже не завтракал. А он взломает. Пожрать. А знаете ли, я тоже голодный. Хотя ел прямо перед стримом. Стоп, стоп, стоп. Смыси? Эй, куда? Ребята, я думал то, что вы предложите что-то в духе. А давайте проберёмся как-нибудь туда. Да, удачи вам. А я пойду займусь чем-нибудь другим. Я тоже не против поесть. Идём на фудкорт. Дома есть еда. Давайте вернёмся. Ну ладно, я тоже не против поесть. Идём на фудкорт. О, вот и замечательно. Пойдём. Пойдём. А, блин, слушайте, ребята, мы могли ведь просто еду заказать домой. О, быстро же ты сдулся, Тим. Сенсация. Тима заставили трогать траву. Сказал ты. Знаешь ли, я регулярно выхожу из дома. Подписчики вечно меня об этом просят. Знаешь, что-то вроде у нас, типа, внутренней шутки. А, так вот почему ты по ночам по лестнице топаешь. Да, да, поймал меня. Молодец. Вообще, нормально разговаривать друг с другом. Так, эм, ну ладно, получается, покупаем, что хотим. Не знаю, это когда-то очень похоже на дружеское общение. Как раз, ну, максимально такое дружеское. Здесь. Блин, ребят, ну это не то, чего я ожидал, ну правда. А, ну хотя нет, подожди, еда это действительно хорошая идея, но только в том случае, если у меня много денег. Я могу купить что-нибудь, но то, что выглядит дёшево. Здравствуйте. Ну давайте купим арт, посмотрим, сколько он восстанавливает. И это... Неплохо. Что? Подожди, целую половину? Ну так, короче говоря, я покупаю по-любому 4 каких-то напитка, дешёвых при этом напитка. Далее ещё 3 других. И таким образом мы получаем халявную, почти халявную, обильную еду. Найс. Мне определённо нравится. О, Тим. А, подожди, ты только сейчас выбирать будешь. Господи, у тебя тут такая очередь. Простите. Привет. Да, привет. Могу ли я сфотографироваться с тобой? О, да, конечно. Я не против. Блогер, блогер миллиардик. Хорошо, спасибо. Ну прикольно. Спасибо. Это он, это он. Я про него рассказывала. Теоретик заговоров. А? Тот придурок, который верит в заговоры автоматонов? Да, это он. Задолбали. Капец, ну хотя бы реально уже потошли. Ну некрасиво. Жесть. Ну это реально некрасиво. Ну типа, как бывает. Тогда зачем вы идёте с ним фоткаться? Ну это странно. Мне типа, если кто-то не нравится, я не иду с ним фоткаться. Да, я могу покринжевать чувака, но не пойду с ним фоткаться, делать ему будто бы комплимент, а потом ещё за спиной у него говорить, что какой-то он плохой. Это странно. Лицемерно и некрасиво. Не делайте так. Ну реально, не делайте так. Это неправильно. Эй, Тимс. Успокойся, у тебя есть я. А вообще кажется симпатичным. Ага. Жаль верить, что инопланетяне построили нашу цивилизацию. Хи-хи-хи. Да, инопланетяне. Эй, Тим. Тим, Тим, да ты не слушай их. Они... Они тупые. Это... Они глупые. Вот. Блин, даже не знаю, что ему сказать. Потому что я сам в это не верю. Господи. Всё будет хорошо. Самое главное у тебя есть. Эй, Тим. А ты чё такой кислый? Мы ж тебя всего на 10 минут оставили. Выяснил, что правительство прослушивает тебя. Эй. Хе-хе-хе. Тим. Отвали от меня. Неужели так сложно просто заткнуться? Эй, эй, эй. Тим, Тим. Спокойнее. Будь спокойнее. Я же просто пошутил. Да не нужны мне такие шутки. Ты не думал, что я не хочу выслушивать такие шутки в свой адрес каждый долбанный день? Что же мне, блин, друг? И пошли вы все к чёрту. Пошли вы к чёрту. Ну, преднагорело. Ты всё-таки... Ну, да, он дурачок, но всё же он не желал никому зла. Ну, объективно, он странный, да, но он не желает никому зла, поэтому... Он безобидный. Типа, он реально безобидный. Чё он, блядь, страшно сделал бы? Купил бы отвертку с лютразвуком и сидел бы, стоял бы, жужжал бы максимум кого-то под ухом. Ну, там, удался бы, не знаю. Ну, как бы, ничего страшного. Ну, поэтому плохо о нём говорить сложно. Что с ним? Я же постоянно так подшучиваю над Тимом. Раньше он так точно не реагировал. Блин, даже не знаю, что на него нашло. Ну, аппетит, знаешь ли, как-то пропал. Может, тогда домой поехали? Тим, вероятно, туда пошёл. Я не уверен, что произошло, но, кажется, мне надо перед ним извиниться. Блин, кто знал, что его так задевают эти шутки-то? Да, надеюсь, он доберётся на автобусе, а не пешком пойдёт. Чё, пойдём тогда? Пойдём. А еду я... Её нельзя в итоге забрать. Блин, это... Знаете, с технической стороны это было невероятно красиво. Ну, да. То есть то, как были опрокинуты тарелки, то есть вся эта еда, то, как он толкнул глян... Вообще имба. Мне, на самом деле, правда нравится, как этот сезон аккуратно, реально аккуратно, ведь самое главное, всегда пытается поднимать какие-то моральные струны. Моральные темы. То есть не просто в лоб, знаете, мы приходим в класс, и нам учитель говорит... А сейчас, детишки, мы разберём морально-этические нормы. Ладно, я, наверное, не буду сейчас об этом много заикаться. Берём машину и... Ох ты ж, бляха-муха. Какую машину мы берём? Я, наверное, возьму ту, что подешевле. И это кабриолет? Серьёзно? Тут два кабриолета, и один из них супер дешёвый. Давай. Сейчас бы только понять, где он. Так, сигнал с левой стороны, это получается... Вот этот, что ли? Ну-ка. Да, реально. Всё. Поехали! Эй, Ло, я, если что, написал ему, спросил, всё ли в порядке, вот даже извинился, но он не отвечает. Даже сообщение не просчитал. Не, ну а чё ты хотел? У него сейчас, вон, жизнь рушится. К нему приходят хейтеры под видом фанатов. Это вообще, на самом деле, жесть. Это правда жесть. Это ужасно-некрасиво. Ехали. А чё, подожди, а где каршеринг? Что, пофигу? С меня даже деньги не сняли, окей. Кэшбэк. Ребят, всем привет. А Тим уже вернулся? О, привет. Нет, я его не видела. А он что, не дома, что ли? Да, не дома. Был с нами, а потом... Что? Неужели что-то случилось? Да, не-не-не. Слушай, подожди, я на всякий случай проверю. Вдруг ты не заметила, как он вернулся. Так, ло, за мной. Ситуация очень неприятная. Так, да, по-любому вернулся. Глен не хотел тоже по-плохому. Ну, вот видите, Глен чувствует себя винатно, значит, реально понимает, что он неправ. Что будет? Что, вот извиниться, если нормально. То есть, Глен норм чел. Мне кажется, Глен норм чел. Тим, в принципе, тоже норм чел. Просто, ну, со своими странностями. Ну, бывают такие люди. Нормально. Просто обязательно на эту тему не спорить, да, не говорить с ним на эту тему. Просто сразу сказать Тиму, бля, Тим, конечно, окей, ты веришь в это, давай просто не будем это обсуждать. Во всяком случае, не вернулся сейчас, вернется попозже. Я уверен. И в итоге... Эй, Тим, я вхожу. Блин, никого. Писать, если сам Тим был бы автоматоном. Конечно, напишу-ка я ему еще разок. Может быть, в элитрансу хотя бы ответят. Вот реально, а если бы сам Тим был автоматоном. Это вообще было бы, конечно, супер иронично. Ну, это, конечно, вряд ли, но... Происходит агрессия. Это была бы ирония. Э, в смысле, а пока хотя бы сказать. Я в итоге не могу зайти. Да, поговорили. Так, ну ладно, я хочу о произошедшем сказать всем, чтобы не шутили над Тимом. Ребят, не шутите, Ричард. Блин, чё все какие-то грустные, а? Чё-то произошло, что ли? О, да, супер, я реально могу сказать. У Глена лучше спроси, он тебе лучше все расскажет. Да, ничего особенного, просто у Тима была детская истерика. Тим встретился со своими хейтерами, а потом еще Глен по незнанию подлил масло в огонь. В итоге Тим ушел, и мы... Мы просто не знаем, где он. Да, ого! О, и как им смелости, хватило подойти к Тиму, а? Одно дело читать оскорбления в интернете, и совсем другое слышать все это в лицо. Но я знаешь, я уверен, Тим скоро вернется. Он, наверное, просто хочет побыть в одиночестве и, там, успокоиться. Ну, на самом деле, иногда надо реально успокоиться, чтобы пройти спешком. Я сам это верю, да, я примерно так же думаю. Просто это не того уровня проблема, чтобы, знаете, подумать, все, пойду и наложу на себя руки. Не, вот это еще что. Осуждают такие вещи. О, новый баннер, лут туфла. Мы открыты даже в выходные. Так, ладно, ребят, не шутим над Тимом. Клео? О, слушай, у меня был такой хороший день. Я сняла видосик с твоим персиком. Он даже отлично залетел уже. Эксплуатация. И, блин, вечер должен был быть таким же хорошим. А теперь... Я понимаю, что это детский сад, но... Я расстраиваюсь, что теперь нужно переживать из-за Тима. В этом доме никогда не бывает все спокойно. Люди, человеческий фактор. Когда-нибудь я перееду. Ну, тем не менее, предупрежден, значит вооружен. Брай? Да, да, я слышала. Я уже написала Тиму. Мне он тоже не отвечает. Ведь день так хорошо начинался. Не могло все пройти так радужно, да? Ладно. Все будет нормальным. Да, да, я тоже так думаю. Ну, в целом, я уже три раза это сказал. Кстати, а что у меня по одежде? Секундочку, ты надо кое-кого заблокировать, потому что у меня что-то, походу, модерация пропала вообще. Все, а не, все заблокировал, замечательно. Все. Извините. Связная? Нет, чистота нормальная. Тут тоже все зашибись. Стираться пока не придется. Ну и хорошо. Так, короче, ребят, на самом деле, прямо сейчас у меня есть более-менее шикарная новость. Я могу халявно заработать. Заработать примерно... Халявно заработать? Совсем недавно я открыла свою собственную небольшую кофейню. Блин, халявно заработать сильно, особенно, что надо замену прийти в холодильник. Для хранения свежих продуктов и напитков мне нужно два мини-холодильника. Я посмотрел, как выполняется это задание, и это супер-лизи. Железо и редстоун. По-моему, у меня уже все есть, и да, железо тут, редстоун тут. Только погоди-ка, как же мне пережарить железо? Мне прямо сейчас лучше это все засунуть в печку, потому что именно через печку мы получим в два раза больше. Я очень надеюсь, что все эти прокачки остались, и они работают. Давай. Три. Два. Один. О, супер. Да, плюс два железа. Короче говоря, все это дело объединяем, два мини-холодильника получаем, и в холстомат убираем. Это будет самое реально простое задание. Ну да, это было довольно просто. И пока оно выполняется, мы знаете, что еще сделаем? Возьмем заказик. Я действительно хочу, чтобы у меня было много денег. Неужели он решил работать? А я вообще мог бы к Санчесу ходить за задание брать тоже. А кто здесь? Ложка? Че, ты тоже за меня беспокоился, да? Блин, слушай, прости, что так убежал. Я никому ничего не сказал, я... Короче, мне нужно было просто побыть в одиночестве. Да, я не должен был срываться на глине. Но я так сильно устал от этого. Слушай, Лоложка, я так устал. Дай мне побыть одному. Понял, понял. Ну я, кстати, так и думал, что он в итоге вернется. Я... Я... Я понимал, что... Да, 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 ты крутой. Я привык к массовым оскорблениям в интернете. Привык к тому, что все зовут меня фриком. Я просто... Я даже не знаю, почему я так отреагировал. Мне говорили вещи и похуже, чем они. Ай. Ну все, это просто накапливается, накапливается, накапливается и накапливается. Ну а то же самое у меня. У любого... Мне кажется, любой человек может... Поначалу, знаете, вот все какие-то шутки или какие-то оскорбления. Сначала ты такой просто пропускаешь мимо себя. Потом у тебя какое-то плохое настроение и какое-то оскорбление. Ты уже воспринял более серьезно. Знаете, чуть-чуть осадочек, но остался. И оно потом... Пу-пу-пу-пум. И в один момент вроде уже какая-то фигня в комментариях. И все, ты срываешься, башка срываешься. У меня такое тоже бывает. Мне кажется, у большинства людей, у всех людей так. Поэтому не удивляйтесь, что иногда блогер может сорваться на какую-то штуку. Блогер тоже человек. Чем-то многие об этом забывают. Ко мне, конечно, иногда подходят фанаты. Но не часто. Знаешь, ты единственный, кто не шутил над моими теориями заговоров. Я знаю, что ты тоже мне не веришь. Но при этом ты не издеваешься надо мной. Ну вот, да. Хотя бы не издеваешься. Даже Клео иногда позволяет тебе пошутить над этим. Но неужели так сложно уважительно ко мне относиться? Неужели так сложно уважительно относиться к моему... Не, ну если его-то прям цепляет вот так, то реально... Ну, как бы, поначалу, ладно, шутить. Шутить-то нормально. Над человеком, если, ну, как-то подшучивать, если он нормально вас понимает, ты можешь тоже там в ответочку что-то шуткануть, как друзья, да? Но если человек это цепляет, то, конечно, лучше закрутить кран и больше не трогать эту тему. Это нормально. Это тоже по-дружески надо сказать. Типа, ребят, ну, это тема меня цепляет. По-моему мнению... Слушай, прости, что вываливаю это на тебя. Пойду-ка я, наверное, в свою комнату. Просто лягу спать. Ой... Завтра все будет лучше. Уф. Смотри-ка, а Тим мне сейчас вывалил то, что явно не вывалил, если бы у меня было недоверие. Надо, наверное, добить как можно больше со всеми равнодушия хотя бы. Да, потому что с Тимом это работает. Так, счастье, короче, у Персика норм, сытость нормальная. Тут, наверное, самое обидное, что Саймон Солус ничего не написал, но... Зато мы точно понимаем, за эту серию... Зато мы точно понимаем, что мы будем смотреть следующую серию. Та-та-та-та-ти-дю-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И продолжаем. Ого-го, делаем ставки, дамы и господа. Либо сегодня мы наконец-то занимаемся телом для Дилана и смотрим на его первые автоматонские шаги, либо мы устраняем Санчеза, либо наконец-то попадаем в лабораторию GDH. В этой серии не может... Я жду возвращения Дилана в строй до конца уже. ...виде одного из этих событий. Поэтому всем привет, дорогие друзья, я Лол Лошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поторопимся и поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лол Лошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы можем и рыбку съесть, и... Эм... Косточкой не подавиться. Да, 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 да. Выбор событий на этой серии просто огромный. Первое. Тело для Дилана в настоящем мире. Наконец-то он сможет передвигаться. Второе. Закапывание Санчеза с его ядовитым алкоголем. В кладовке. Таким образом, в городе останется три мафиозные группировки, а Марло Бренда будет расширяться. И, наконец, третье. Лаборатория GDH. Здесь подробностей мало, но напомню. Как только мы попадем в лабораторию, мы получим доступ к устройству, способный передавать информацию. Информацию в мою родную вселенную. С помощью блоков питания. Часто, наверное, просто два блока питания. Следовательно, в шотах, GDH, Акетри и многим-многим другим. Надеюсь, я все правильно понял. А также я надеюсь, что это не какая-то очередная уловка GDH. Короче, сколько времени? 8.00. Денег у меня полным-полно. Сообщение... О, кто-то пишет. Дилан? Да-да-да. Привет, Ло. Слушай, вчера день был, конечно, очень увлекательным и все такое. Я даже перестал спамить хейтерскими комментариями Тиму, но... Нам с тобой нужно думать немного о другом. О моем теле, черт возьми. Ло, я надеюсь, ты понимаешь, насколько мне это важно. Конечно, в моем текущем существовании тоже есть множество плюсов, но... Лучше... Короче, ты и так сутом, и обезье последние пару недель. Наверное, понимаешь, в каком я состоянии. Поэтому я просто в очередной раз попрошу тебя, займись моим телом. Да, окей. Я понимаю, о чем ты. О, Ло, Ло! Слушай, прикинь, вчерашний срыв Тима кто-то снял на видео и выложил в сеть. Блин. То, что люди пишут про него в комментариях, это... Это... Если ему было сложно справиться с хейтерами раньше, то теперь все станет еще хуже. Отстой. Отстой. Боюсь даже представить, как он отреагирует, когда увидит все это. Только все хуже. Вот тебе, блин, и популярность. Стоит всего лишь один раз показать слабость, а ее потом ухожают против тебя. Понимаете, многие думают, что блогеры не имеют права ошибаться, но, кажется, все люди могут ошибаться. Иногда, да, даже сильно ошибаться. Но вот так вот. Знаешь ошибки большие. Я начинаю бояться того момента, когда хейтить начнут меня. Мне, конечно, нравится думать, что я довольно стрессоустойчивый и все такое. Ну, а кто знает? А вдруг нет? Все-таки сбежать с проклятого острова и... Хейтеры... Это немножко разные вещи. Остров остался там, позади. А хейтеры... Хейтеры, они всегда с тобой. Так это у тебя... А, у меня, да? Сейчас. А-а-а-а... Дилан пишет, что не может поверить, что я так вырос. Да-да... Так если я так вырос... Может, тогда он отправит мне видео, которое я снял на острове, а? Ха-ха-ха... А? Нет. Опять у меня, да? А-а-а... Ответ нет. Че-то написал, наплевать. Я даже читать не стану. Я уже знаю, что там. Ай... Так. Ладно, я это просто поработаю, окей? Окей. Так ты в итоге, наверное, прочитаешь? Скажи, что там. Дилан, а мне можешь сказать, что ты ему написал? Может быть, он реально файлы скинул? Или он, как обычно, сказал то, что... Нет, Ричард, ты не готов. Эти файлы будут потом. Ладненько, че у нас здесь? О, всем привет. Доброе утро. Да, доброе, Ло. Привет. Тим вчера все-таки вернулся. О, хоть и поздно. Тим, Тим. Он до сих пор даже не спустился позавтракать. Слушай, вот я... Я даже не знаю, что с этим делать и надо ли вообще что-то делать. Что, если он сейчас просто спит? А я раздуваю из мухи слона. Ага, ладно. Капец там бургер сочный. Вы посмотрите на размер этого бургера. Она как голова. Голова клеучца. Я бы съел такое. Надо, наверное, отвлечься. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да, кстати, напомню. В предыдущей серии мы гуляли с Гленом. Мы гуляли с Тимом. И так получилось, что... Хейтеры. Просто хейтеры. Я не буду подробно описывать, что там произошло. Потому что это не самое приятное описание. Но, да, представьте то, что Тим, которого и так гнобят в комментариях, столкнулся с хейтерами в реальной жизни. Да, вон, реально снимала девушка. Ё-моё. Кстати, это было даже сделано. Это было даже глупо. Эй, Брай, а ты по этому поводу что-то думаешь? Капец. Круто. Блин, разработчики молодцы. Я как раз таки сегодня наткнулась на это видео, где ты с Тимом и Гленом на футкорте. И почему всем так хочется снять нас на камеру, а? Отправила это видео Тиму. Я просто подумала... Я как бы знаю, что это не очень приятно получать такое видео, но лучше он узнает от нас, чем от незнакомцев в интернете. Тут сложно, да, Тима. Хотя от них он и так узнает. Надеюсь, он не поэтому из комнаты не выходит. Ладно. Поживем, увидим. У меня тут еще полно работы. Окей, ладно, понял, работай. Так, наверное, надо будет к Тиму-то заглянуть. Ричард, ничего не скажешь? Здесь у нас никого нет. В холодильнике у нас в целом все то же самое. Еда появляется, но да, она украдена, украдена и украдена. Эээ, я такое, конечно, не потерплю. Вот если бы мою... О, смотрите, кто пришел. Тим, привет. Доброе утро тебе. Да, да, доброе утро. Я сегодня вообще не выспался. Эээ, может быть, скажу, да? Угу. Эээ, Тим? Ээээ, Тим, ты видел? Да, 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 видел, видел. Ой, блин, надоели. Да, мне следовало этого ожидать. Потом с этим разберусь. Я не хочу это... Тим, а что вообще произошло-то? Ты так сильно разозлился на Глена и... Да если бы дело было только в нем. Его шутка меня просто добила. Но там были девчонки, и... Я готов их был... Прям... Прям там, это... Просто отвратительно. Я должен был успокоиться. Мне еще видео надо было снимать, и... Хе-хе-хе. Знаешь, я еще подумаю, как им отомстить. Ой-ой, Тим. Не стоит, Тим. Я... Я понимаю, я тоже сталкивалась с этим. Да все, Клео, не надо. Я не хочу сейчас об этом говорить. Блин, ну он может, кажется, делать только хуже. Если начнет пытаться мстить, это будет еще хуже. Ну, на самом деле, да, ребят. Ну, не приставайте к нему. Ну, просто все будет хорошо. Может, пригорит. Ну, ладно, не будем. Знаете, я, наверное, пойду. А? В смысле? Эй, Брай, ты чего? Реально ушла. Да, неприятные раздоры в семейке. Не, ну ладно, самое главное то, что я, Дилан, Ричард, мы не подливаем масло в огонь, мы ничего не спрашиваем. И мне кажется, для Тима это сейчас, ну, правда, самое-самое нормальное. Ого, дайте растоун. Круто, спасибо. Пожалуйста, Тим. Давай, на всякий случай, проверим с тобой отношения. Мало ли, там уже более 60%. Доверие. Да, впервые доверие. Ох, что-то поменяется, дамы и господа. Явно что-то поменяется. Здесь нам ничего не надо. Эй, Брай, Брай, ты куда ушла? О, привет. Слушай, поговорим? Не поговорим. Я тебе овощ принёс и морковку. Да, круто. Так, ладно. Спасибо тебе. На данный момент меня, конечно, больше всего интересует то, что написал Дилан. А именно, я в очередной раз попрошу тебя заняться моим телом. То есть мне... Надо тебе туда пойти. Если я пойду в холодильник к телам, то мне нужен мешутка. Вот он, кстати. Привет. Так, наверное, зарядную станцию тоже с собой возьму. Куда-нибудь сюда. Да, мало ли придётся заряжаться. О. Дилан. Ло. Я тебе для чего с утра писал, а? Так он очень уют. Для того, чтобы ты написал Солусу. Не слышу стука пальчиков по экрану телефона. Вот блин. Подожди. Вот я знаю. О, стоп, а где он? Ричард, Глент, Санчес, Брэнда. Не понял, а где Солус? Я помню то, что мне давали как-то его тег. Вот. СС Пистрис. А почему у меня пропал Солус? Не понял. Давай мы его действительно введём. СС Пистрис. Так, погоди, а если я сделаю то же самое, но без собачки? СС Пистрис. Ну-ка. А, во, появилось. Подожди, а реально, а что пропало-то? Да, кстати, он уже был. Ну, ладно-ка. Дилан спрашивает, как поживает его будущее тело. Саймон, я знаю, ты сказал, что сам напишешь, но может быть я как-то могу помочь с телом Дилана? К концу этой недели новое тело Дилана должно быть готово. Ого. Так-так-так, ну... Я знаю, ты сказал, что сам напишешь, но может быть я могу помочь? О, ложка. Ты наконец-то осознал, что это я делаю тебе одолжение, согласившись доняться телом твоего друга. Надо лакать, слушай, ты должен сам решать. Ну что ж, раз уж ты так вежливо написал, то... Да. Слова, конечно, да. Твоя помощь мне нужна. Интересно ты слышишь, интересно. У того тела, что ты выбрал, не встроены глазные камеры. Наверняка ты и сам это заметил. Как ты понимаешь, на такой недочет невозможно закрыть глаза. Хотя тогда его сложно будет обмануть, ведь такому пыль в глаза ты не пустишь. Чисто комик, комик. Да и не уйдет он от тебя, куда глаза глядят. У него сан селился, я не пойму. Ай, ладно, прости. В общем, ты понял, я надеюсь, что без камер Дилан будет как... без рук. Ладно, это что-то уже не в ту сторону. Камеры такие, к сожалению, в обычном магазине не купишь. Но ты вполне можешь приспособить обычные. Купи две обычные камеры. Я тебе сейчас пришлю, что с ними нужно будет сделать. Купи... Аааа, оу, реально две камеры и... Что объединить железом, редстоуном и железом. Офигеть. Ну не так все сложно. Чего-чего, а вот получать крафты через смартфон это что-то новенькое. Это прикольно, прикольно. Так, ааа, подожди, а что, где там, где купить-то? Чего, по-подсказке не будет? Солус, ты ходячая подсказка. Где купить камеры? Это вроде как понятно, окей, но... Я все равно не понимаю, где мне взять это. Здесь камеры, кинокамеры. Далее, золото у меня есть, редстоун есть. Насколько я помню, железо валяется где-то там на почте. И мне реально остается только одно. Где-то достать камеру. А, кстати, погоди, погоди, я, наверное, знаю. Это будет торговый центр. Дилан подскажет, да? Аа, ну ты посмотри на этого Солуса, а? Что, что, что посмотреть? Посмотри! Ладно, прости, я просто не удержался. Все эти вот его выражения про глаза. Вот надо Солусу так выпендриваться, а? Вот надо! Надо! Даже здесь, в ситуации, где абсолютно невозможно быть загадочным, он все равно нашел, как выпендриться. Вот если бы я мог только добраться до его кода. Я бы его... Чего? Но ты не можешь! Что это? Что за... Ты как... Как ты это сделал? Он же сломывает все сети. Вспомните, он может сломать любую сеть. И получается сеть, которая... Получается... Ну, Дилан же как-то тоже работает сетью. То есть, получается, он взломал ее. Автоматон и Джона могут подключиться к любой сети. Забыл, Дилан? Но я еще более особенный. Я могу не только подключиться, но и встроиться в любой информационный... Это просто набор стикеров. Подозревающий Солус. Удивленный Солус. Солус Сигма. Чисто. Как бы иначе я мог быть другом Джона. У него за спиной сотни лет жизни. Безграничный интеллект и феноменальная память. Любой собеседник кажется ему полным идиотом. Кроме меня. Я имею доступ ко всей информации в нашем мире. Так что, каким бы нелепым я тебе не казался, котик... Я намного умнее тебя. Капец. И все равно он не может выбраться за пределы своего паттерна. Не может. Не удержался и устроил целую сцену. Лишь для того, чтобы просто выпидаться. Ну тут Дакли, по факту. Ладно, Ло. Иди, занимайся моими глазами. Чтобы я мог их закатывать так, как закатил сейчас. Офигеть. Слушайте, а самым Золус и правда максимально необычная машинка. Он необычный, но у него есть свой определенный паттерн, который со мной ему дает ограничения. Сильнее, чем у Дилана. У Дилана ограничений практически вообще никаких нет. Да, то есть основы машины будут еще мощнее. Я верю, что Дилан сможет додуматься, как тоже встраиваться в поток. Или как-то получать информацию с потока. Видимо, что GTH смог соорудить такую машину, которую даже спустя кучу времени не рассекретили, что она именно машина. Но теперь мы понимаем то, что он не просто машинка, а вездесущая машинка. Он реально везде и всюду. И, видимо, единственное, что ограничивает Саймона Солуса, это его паттерн. Паттерн подсказывать и не вмешиваться. Ну да ладненько, у меня тут железка уже давным-давно готова. Здрасте. Далее мне нужно проволоку сделать. Попробуем. И да, вот такие вот кусочки. Также, наверное, на будущее, на всякий случай, воды купим. Ну, я думаю, пригодится. Здесь... Стоп, что? Мини-холодильник. Ой, я же задание-то, походу, не сдал, да? Ё-моё, у меня задание на два мини-холодильника, но я не взял это задание. Какой же я придурок. Но мы не забываем про камеру. Что ты такое? Стори-теллинг. Ага. А-а-а-а. Её можно создать. Подожди, чего? Подожди, что? Не-не-не, не говорите то, что это крафтится. Я уверен то, что это можно купить. Не, ну просто представьте... Крафтится легче, там вообще крафт дешёвый, не? Ну, там, типа, реально крафт дешёвый. Это город, где куча людей снимает что-то на камеру, и я не могу... А-а-а-а, купить ты бомж, алё! Купить он хочет. Пить камеру, это приятно. Какая камера? Ладно, попробуем найти где-нибудь тут. Технопетушок. Ой, слушайте. Так, зарядная станция. Камера, камера! Две триста, иди! Работай, дружище. Сколько? Две тысячи триста. Это очень-очень круто, что всё-таки можно купить. Но в то же время смотри, что можно приобрести. Электросхема. А также я могу украсть. 55 процентов. Мне нужно, получается, раз редстоун-факел, два редстоун-факел, три редстоун-факел. Ну давай нажмём украсть. Чё? Я украл, украден. Блин, я не знаю. А может, лучше бы камеру украл тогда? У меня сейчас прокнул шанс 55 процентов. Я правильно понимаю? Я, наверное, больше не буду рисковать. Всё, один раз рискнули, хватит. Я лучше буду покупать. А, видимо, он заметил. А вообще, камеры как раз создаются из ещё таких электросхем. То есть, редстоунового компаратора. Кусочек золота, редстоун. И вот это полная задница. Блин, осколок аметистый. Он гений. Он гений. Он мог украсть камеру, но в итоге украл часть камеры. Ха-ха-ха. Кубинный сланец. Это же вообще невозможно. Так и быть, я, наверное, приобрету. Нет, стоп, украсть. Эй, мальчик, ты руки-то не распускай. В следующий раз полицию вызову. Пшёл вон отсюда. О. Блин. У меня был 45 процентов шанс. В следующий раз, я так понимаю, будет жопа. То есть, первый раз она меня поймала. А вот если я попробую ещё раз. Ты чё, серьёзно? Хватило наглости прийти сюда во второй раз? Пшёл вон отсюда. Бляха-муха. Подожди, а чё мне теперь делать? Как исправишься, приходи. А пока гуляй. Щипач тоже мне. Так а... Мне реально теперь остаётся только крафтить. Ну, это прям... Чё, проблема была с крафтить? Тут крафт дешманский. Ну, реально дешманский. Тут единственная проблема, это этот, как его... В ад спуститься придётся. И всё. Всё. И той дуэ можно где-то купить кремний. Такой трэш-трэшовый. Ладно, школа кометиста и глубинный сланец. Вообще, это не должно быть сложным. То есть, всё, что мне нужно, это уйти глубоко в джунгли. Сейчас я здесь. Далее берём кирку и тупо копаем. Рано или поздно мы наткнёмся, наверное, на какой-то шах. Ну, это Майнкрафт с десятилетним опытом. Это только моё опыт. Или хотя бы на глубинный сланец. То есть, по идее, всё, что мне нужно для... Для него... Ух ты, здравствуйте. Это копать вниз. Ой, слушайте, а шахта прям такая. Нравится. У меня даже складывается ощущение, что здесь может что-то попасться. Там же кварц нужен, нет? Ну, для компаратора разве кварц не нужен? Просто я вот не помню. Вроде бы для компаратора же кварц нужен. Аметист это да, я знаю. Но я говорю для компаратора, кварц же нужен. Повезло. Ой, как повезло. Ой, тихо, мало хп. Вот это то, что я искал. Они не нужны, значит ошибаюсь. И подожди, это базальт, это не сланец, да? Я правильно понимаю? Да, это гладкий базальт. Но самое-то прикольное, то что мы нашли кристаллы, которые для нас были самыми редкими. 8 штуковин. Нет, я на цехе чуть побольше добуду. Да нужен же, блин, нужен для компаратора. Я даже напишу компаратор Рецкрафт. Слушайте вы, это, блин, Майнкрафтеры. А это шо такое? Вот это шо такое? А? Палка-капалка, блин. Я говорю нужен. Я, блин, человек, который миллиард лет в Майнкрафт не играю, и то, блин, помню. Ужас. Явно на будущее пригодится. Майнкрафтеры. Находим кучу глубинного сланца. Писаны, я в чате. Добываем. Это чисто типикал те люди, которые пишут, что я бы ваш Майнкрафт, или вот эту игру, которую играет стример, прошел бы за 5 секунд. Я лучше разбираюсь. Я, кстати, самый профессиональный геймер. А потом пишут, что кварц не нужен. Говорю то, что я могу телепортироваться из шахт по вейпоинтам. Я не могу телепортироваться в городе, но вот так вот я, бам, могу сделать. О, да. Колотый глубинный сланец пережариваем в левой руке. Как же удобно, что у меня есть такая левая рука. Аметистовый дисплей. Здрасте. Кусочки золота. Объединяем. Камеру забираем. Далее кусочки золота превращаем в проволоку. И... Да. Глазная камера. Ой-ой-ой, какая красота. Задание зеркало души обновлено. А, у меня, оказывается, задание было. Я даже не заметил. Эээ, если бы кто-то сегодня утром сказал мне, что я буду делать глаза своими руками, я бы посмеялся им в лицо. И вот он я. Стою, смотрю в эти не мигающие глаза и размышляю о каждом шаге, который я предпринял в этой истории. Кто я, черт возьми? Что я здесь делаю? И где сейчас Солус? Задача отнести глаза Саймону Солусу. Так, ладно, мне, наверное, тогда просто нужно пойти туда, где холодильник. Ой. Он сам написал. Что? Сам написал? Эй, лолошка, если что, буду ждать. Не проморгай. От тебя в ангаре. Ой. Не проморгай. Ты задолбал. Задолбал шузить про глаза. Так, ладно, я понял. Я действительно как раз туда и направляюсь. Мы сейчас... О, мы на метро поедем. Да, это будет намного удобнее. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, на станцию... Ммм... По-моему, по-моему... Блин, знал бы я еще, какая станция, если честно. Это точно не восточная. Северобережная, потому что север... Осторожно, двери закрываются. И я очень надеюсь, что мы правильно приехали. Да, это прям то, что нужно. Это супер близко. Да, да, хорошо. Самая ближайшая станция. Что-то мне даже на самом деле не верится, что... Вот у меня сейчас глаза. Мы понимаем то, что там есть тело. И неужели мы сейчас реально загрузим Дилана? Эй, Саймон. А, вот он. Эй. Что, как тебе тут в бомжатнике этом? О, а вот и ты. Не верю своим глазам. За тобой глаз да глаз нужен ложка. Что-то каламбуров еще будет. Джон бы явно это оценил. Оставь глаза на операционном столе. Рядом с телом. Понял. А я, знаешь, тут пока на солнышке посижу. Тебе? Ну ладно, давай сейчас... А что такое? То, что мое тело термоустойчиво, не означает, что я не могу наслаждаться природой. Давай, иди. Солнышко. Кайф! Солнышко. Где, кстати, солнышко? Вон оно, солнышко. Так, окей. Он сказал на каком-то операционном столе оставить. Что, ты меня прям вот так отпускаешь? А там холодно же, я правильно понимаю? Всем привет. Надеюсь, там никого нет. Что-то ты прям вот так в открытую держишь, это неправильно. И... У-у-у. В итоге мне будет сейчас холодно? О. Нет. По-моему, он снизил температуру. Мне вообще нормально. Итак, автоматон без лица. Здравствуйте. Мне нужно где-то вот тут оставить глазюки. Как мне это сделать? Я правда не понимаю. А, вот, 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 вот сюда. Бам. Так. Ну, где же глазки? Саймон! Где же ваши глазки? Эй, Саймон! Наверное, все, поднимайся к нему. Саймон? Так, погоди, а давай-ка посмотрим, что у нас здесь. У-у-у, сколько автоматонов. Ну, мне кажется, что сейчас тут все еще холодно. Просто меня защищает некая сюжетная броня. Эй, Саймон! Мы все сделали. То есть я. Ты вот знаешь, из чего делается кожа автоматонов, а? Из секретного материала, который Джон разрабатывал вместе с Молли. Они назвали его Тирен. Не волнуйся. Ой, секундочку, ребята, мне звонят двери. Это пугало. Он не напишел. Кто? Нет, Сим, ты плавал. Субтитры сделал DimaTorzok Так, всё, ребят Погнали досматривать Саймон, мы всё сделали То есть я Ты вот знаешь, из чего делается кожа автоматонов, а? Из секретного материала, который Джон разрабатывал вместе с Молли Они назвали его Тирен Не волнуйся, я уже попросил её со мной поделиться Именно из него я сделаю Дилану лицо И, может быть, выйдет даже похоже О, то есть получается Дилан будет Диланом Таким, как и был Иначе он так и останется пустым холстом, зато с глазами Никто ведь даже и не задумывается, сколько усилий уходит на создание одного единственного автоматона Эх, ладно, я не буду сильно занимать тебя этими разговорами Хе-хе-хе, ты всё равно не поймёшь А Дилан и сам может меня расспросить об этом Пусть считает это благодарностью за то, что он сделал тогда, на чердаке Будь ты там один, я до сих пор был бы в состоянии сна Да ведь О, кстати, я правда По факту да, видите, благодарность проснулась Еееем Ещё и ремесло прокачалось вообще хорошо, и опыта много Четыре ремесла? Слушайте, я так давно не прокачивал ремесло, что даже сейчас реально охренел Он так давно вообще ничего не прокачивал 10 тысяч опыта дали, у меня два поинта Так-так-так-так-так-так, надо бы во что-то вкладываться Уже надо, это точно Но, кстати, да, Саймон Солус получается сейчас всё это делает только в благодарности Дилану Я на самом деле, правда, думал, а нафига всё это Саймон делает? У него ещё хрилка работает, кстати, и он её не выключает Была догадка то, что, по сути своей, у него в паттерне заложено помогать Джону А раз уж я очень сильно похож на Джона, и он меня тоже осознаёт в какой-то степени как GDH То он не может меня игнорировать Возможно, у него опять же в паттерне это заложено Но теперь я понимаю то, что есть и вторая догадка Он делает жест благодарности Дилану Потому что когда-то Дилан, именно Дилан спас Саймона Так, ну ладненько, у меня, получается, задание-то выполнено Это задание на два мини-холодильника скоро будет выполнено И печатает Дилан Да уж, я теперь боюсь тебе вообще что-либо говорить Он же всегда всё слышит, он всегда всё видит Всегда следит Наверное, я должен просто привыкать к... Как ты и Дилан, когда у тебя было устройство слежки, в принципе Дилан, а что такое? Теперь за тобой следят Раньше он следил Так что, в принципе, справедливо, иронично Если бы я сказал, что тебе нужно сходить к Санчезу Марло ждёт от тебя каких-то результатов Да и нам нужно иметь доступ к району, помнишь? Арсин рано или поздно выветрится Нам нужно будет лезть в лабораторию GDH О, ну кстати, да, логично Мы так просто не попадём в лабораторию Потому что всё это контролируется мафией То есть нам априори нужно с Санчезом разобраться Так, я уже помню, нам нужно поединить на садовую Вот так вот Мне кажется, тут много механик, круто, круто на самом деле Блин, так быстро Мне прям нравится метро Метро намного лучше, чем автобусы Намного лучше, чем каршеринг Это тем более Опа Это что такое? А вот так вот, надел делов Это что такое? Это кто сделал? Ричард, ты что ли? А ну-ка, чёрт возьми, погоди Мы разберёмся, биопакет Всё, всё Биопакет для уборки за собаками Полный Я в шоке Неужели это действительно? Нет, только не говорите, что он будет хранить биопакет Кокольками в сундуке Там же мусорник есть Нет Нужный пакетик Как же хорошо, что я его купил Так, сладненько Значит, мне сейчас нужно немного почистить А вы тоже храните экскремент собаки в сундуке? Инвентарь Золото сюда Аметисты сюда Та-дам Более-менее чистый инвентарь Итак, какашки все убраны Это замечательное А чё дома, кстати, никого нет? Надеюсь, это в сюжете обыграется Пожалуйста, пусть это обыграют разработчики Умоляю А, нет, есть Ё-моё, ребят Что-то мой мальчик загрустил Ой, персик Ты там насрал Счастье погладить Давай Так, счастье немножко выросло Ричард, чё делаешь? Ничего? Брай? Я решил очистить свой организм Никакой больше еды А то я в свой любимый топ уже не влезаю Ого-го-го Нельзя так Нельзя Да и лицо как будто округлилось Посмотри на меня Конечно Нагрузка-то сейчас намного меньше, чем была в балетной школе Трендовые танцы совсем не то Раньше я сбивала пальцы в кровь ради стойки А сейчас... Ну, вообще, балет капец, как же ногам вредит Я знаю, что после балета ноги у балерины это просто жаль Там, капец этим ногам Бедные балерины Думаю, мне не хватает прошлых трудностей Раньше я плакать была готова от того, как тяжело мне было Ночами не спала ради репетиций Ненавидела себя за недостаток таланта и лишний вес Ой А сейчас почему-то вспоминаю то время С какой-то, знаешь, любовью Даже голодаю, как тогда Возможно, мне не хватает жизни вызова Так, ладно Всё Сейчас буду готовиться и продолжать Давай-давай, хорошо Так, тут у нас... О, что? Ты куда убрала? Клео! На всякий случай поговорим? О, да Брайс снова села на одну из своих диет, когда ничего не ест Да это же даже диетой назвать нельзя Да может, это просто... Ну, бывает, знаете, дни голодовки Когда, типа, один день голодаешь, потом опять ешь нормально Это... Как его? Периодическое голодание называется Я не знаю, вредно это или полезно Я не диетолог, мне не спрашивают Я просто знаю, что такая существует штука Интервальное голодание Во! Вспомнил Вроде бы норм тема, говорят Ну, типа, один день не ешь, а дальше всё как обычно Но я не могу быть уверенным Ну, типа, я не диетолог, повторюсь Голодовка какая-то Она ведь и без этого потрясающе крутая Ай-яй-яй, Брай Я постоянно беспокоюсь из-за её такого поведения Она становится вялой и раздражительной Понятное дело, не кушает, блин У меня никогда не получалось остановить её Кушать-то хочется всё равно Надеюсь, в этот раз эта голодовка закончится быстрее Ненавижу смотреть на то, как она убивает тебя А если вмешаюсь, то она ещё и обидится, понимаешь? Ну, в таком случае лучше просто не вмешиваться Человек сам решает, уже не ребёнок Что уже сделаешь Человек сам решил так Одно дело, не расслабить дать Я тут немного занята Косплей Понял, ладно Блин, ну да, да На самом деле голодовка это самая отвратительная из видов диет Ну, то есть, ребят, голодовка это самая Это же диета Диета это вообще построение какого-то определённого правильного питания под человека То есть кому-то наоборот Это может даже быть диета для набора веса Понимаете? Ну, я ассоциирую диету это у меня с понижением веса Но диету можно даже сделать для набора веса Поэтому такие дела А вообще, говорю, есть такая тема, как интервальное голодание Вот это я, честно, я не шарю Кто шарит, есть такие люди, которые прям реально разбираются Это может даже диетолог меня какой-то смотрит Напиши об этом в комментариях Было интересно бы почитать вообще рабочая-то схема Кому она показана, кому противопоказана Может, какие-то интересные факты расскажут Было бы круто Не рабочая схема Никогда, ни в коем случае не садитесь на голодовку Если вы хотите похудеть, есть множество других вариантов Но не голодовка Хочешь есть, попей водички Это именно на лексичке Извините Ни в коем случае, нельзя, нет Вы убиваете свой организм Ну, прям голодовка пола цену Это вообще жесть Это вообще неправильно Ладно, перед тем, как пойти к Санчесу Я, наверное, все-таки еще ко всем зайду Организм вот такой же жуткий стресс Так, здесь у нас Глена нет Тим, привет Ай, да здорово Я сегодня чувствую себя каким-то вымотанным, блин Будто у меня не осталось сил злиться Даже желание работать над роликом нет Но надо, надо работать Все, я занят Понимаю его, понимаю Так, еще Гленн, получается, он, по-моему, там сидит Давай-ка на всякий случай поболтаем Не поболтаем Кана погладить Персика не погладить И окей, раз уж мне говорят пойти к Санчесу То мы пойдем к Санчесу Прямо сейчас, помните, что мне нужно сделать? Рассказать ему о неком золотом пере Марло Бренда Если Санчес из моих уст узнает, где хранится это самое перо То он мне настолько жестко поверит, что ни в сказке сказать, ни пером описать Нам, пожалуйста, улица Завод, если она такая есть Так, вот, Завод номер 4 Добро пожаловать на борт автобуса И вновь я вас благодарю, спасибо Надеюсь, здесь есть Санчес? Привет Здорово Представляете, иногда посетители спрашивают, не автоматом ли я Один из таких больше не может жевать Кстати, поработать еще хотите? Работа у меня всегда найдется Нет, нет, подожди, работа не надо Я хочу поговорить с Санчесом Сеньор Санчес сейчас не здесь Но он будет здесь, если вы выполните одну мелкую работенку Наши ребята-щипачи в основном действуют на улицах Если вы понимаете, о чем я Сегодня в городе видели нескольких богатеньких туристов Такую возможность никак нельзя упускать Ага, воровать туристов Блин, ну опять криминал Ну куда вы меня в эту криминальную историю запи... Да ты уже все, ты перебил там Полнороду То есть мне предлагают кого-то обворовать Ну-ка, задание Сегодня придется заниматься мелким воровством Надеюсь, Санчес отмерит мне хороший процент от награбленного Задача нужно ограбить... Стало ложки, видимо, не против Вообще, его все равно, нормально Прям вообще-вообще любых Эээ... Только нет, нет, нет Стану! Нет! Стану! Нет! Ой, зря! Вот это я вообще зря! Мне сейчас главное вообще не спалиться Я думаю, на полицейском, если я спалюсь, это будет самая фиаско Ой, у него, кстати, круги огромные Так-так-так-так-так-так-так-так Хорошо-хорошо-хорошо! Ну, воровать у полицейского-то, конечно... Я похлопаю, я похлопаю Хо-хо-хо Так, что мне выпало? Так, 6 В, бутылка с водой И все? О-о-о Бомж полицейский А что, полицейский с тобой не носит много вещей? Зачем ему? Он же... Работает Я тотальный имбецил Оказывается, все это время у меня была метка под названием шаловливые ручки Черт возьми, я не там воровал! Вот! Мне нужно прямо в центре города... Понятно Он просто... О-хо-хо-хо Я все это время не тем занимался Какой же я придурок, а? Все, вот сюда мы пришли Метка, кстати, пропала Да, и мне получается, здесь нужно искать туристы... Во! У них прям даже отдельно туристы! У них даже деньги торчат прямо из кармана! Хе-хе Я реально не всех воровал Итак, мистер турист, здравствуйте Обокрасть? Ничего, сколько у них денег? Чтобы вы понимали Вот эта правая бумажка Это 100 То есть я могу 700 своровать 700 Я недооценивал это задание Йоу Тысяча Ты погляди, сколько денег! И мне нужно таким образом обворовать 7 туристов У них даже с кармана деньги пропадают Да, глядь, у них даже с кармана деньги пропадают Прикольно сделано Хорошо сделано Круто О-о-о-о-о-о Десять тысяч опыта И даже ловкость рук Ой, куда это меня? О, сразу телепортация На! Это удобно Ой Так, ладненько Посидимо, поболтаем Приветствую, мистер Санчес Садись Ладно Ну? Зачем ты искал меня в этот раз? Провалил еще какую-то работенку, да? Ха Время у меня не резиновое, парень Говори А я... Ой, слушай, сейчас я тебе такое скажу Перо, короче Я еще и задание выполнил Рассказать все про перо Марло Бренда Слышал когда-нибудь про золотое перо Марло Бренда, а? А как ты узнал, что я провалил какую-то работу? Я ухожу из банды, ты меня достал Слышал когда-нибудь про золотое перо Марло Бренда? Угу Понемногу подводят Конечно, слышал Знаешь ведь, как зацепить чертега Ха-ха, хорош Понимаешь, что я не сразу рассказал? Закладывай, чего вынюхал, Джонни Или ты пришел меня шантажировать Ладно, давай, говори, чего хочешь Оу-оу, прям заинтересовал Так, ладненько Прекращай поручать мне всякую чушь Давай заниматься нормальным бизнесом Это просто знак доверия с моей стороны Я рассчитываю на ответный жест Да, просто так Никакая плата мне не нужна Второй, второй Понимаете, мы все еще на проверке у Санчо Ну еще второй, второй ряд тоже нормальный был Типа, я считаю Реально поручает какое-то говно Пострелять из пистолета Поворовать деньги Ну это же бред Мне нужны нормальные дела Давай заниматься нормальным бизнесом Так, так, в смысле нормальным А это что? По-твоему, какой-то ненормальный? Ахаха Ты меня пытаешься обидеть? Или в какие-то игры свои играешь? Хмм Вижу, вижу Ты думаешь, что готов к более серьезным делам Ладно, я учту это Но, пожалуй, вернемся к пюрышку Ха-ха Где оно? В его загородном доме Я надеюсь, ты знаешь, где это? На его складе оружие Все же там лучшая охрана Он всегда носит его с собой Считает, что так безопаснее В его загородном доме Да, я помню то, что Марло мне сказал про загородный дом Да? Серьезно? Неужели так просто? Если хочешь что-то спрятать То прячь на видном месте Да, Джонни? Твоя школа? Ха-ха-ха И почему даже такая мелочь крутится вокруг тебя, а? Неужели мне с тобой так повезло? А, ладно Будет тебе нормальный бизнес О-о-о-о Паленку сейчас будем разбираться С паленкой, давай Да, я держу свое слово Встретимся в утро О-о-о, сейчас серия будет интересная Хорошо А мне, знаешь ли Срочно прямо сейчас нужно загород По делам Давно не навещал свою вилла дель Плюма Чао Детка Да, босс? Мои книга парням Так и быть В этот раз Все, что нашел у туристов Оставь себе Хм Адьос, пьясо Ладно Пока Пока Так, а я в итоге на дело Нет? Дилан печатает вам Ну да, и конечно же я не на дело Что я туплю Ладно, будет тебе нормальный бизнес Встретимся утром Обсудим Давно не навещал свою вилла дель Плюма Мне даже интересно, как это переводится Погодите-ка Так, короче, я смог перевести вот это Плюма Плюма переводится перо То есть я давно не навещал свое, свое перо Своё любимое перышко Что-то в этом духе, да? Так, адьос, пьясо Ладно, я не буду это даже пытаться переводить Дилан печатает Ну, хорош, бро Если чё, это он тебя сейчас клоуном назвал Ай, сори Я сегодня как-то не в духе после разговора с Солусом И до сих пор не в нём Но ты молодец Сгонял к Санчесу и Кажется, всё реально делаешь правильно Хм Спасибо Блин, я столько времени на самом деле пытаюсь постоянно отыгрывать GDH Я постоянно держу в голове то, что мне нужно выбирать такие варианты ответа Которые не свойственны мне И неужели на протяжении более пяти серий У меня просто реально складывается такое ощущение, что за более чем пять серий Я не провонял Я реально всё делаю так, как нужно Ну да, только с полицами связался Я рад, я правда рад А в итоге сколько у меня денег-то? Капец, у меня, наверное, так много налички, что это срочно нужно положить через банкомат А банкомат мы найдём... Ммм... Явно не где-то здесь Это точно Ладно, мне лучше домой Время на самом деле уже супер позднее 2323 3 у да в это по идее близко конец 5 стоп что показалось или кого-то видел брай тихоря кушает я я же правильно понимаю то что в это время обычно все спят сюда я зайти не могу на всякий случай мы сейчас это проверим по ричарду что-то мой мальчик загрустил и персик а ну не грустить погладить заходи сюда я не могу зайти сюда не могу зайти все все уже спать легли но брай а ты чё там делаешь ты же на диете и брай ложка ну лучше так первый день я вот смотри в водичке вышло попить да ладно овощи нормально там в принципе это вода вода в этом томате что там можно набрать клеу за тебя беспокоиться слушай а разве ты обычно в это время не спишь а я надеялся что ты пошла поесть это что тебе клеу рассказала да она вообще-то тоже иногда сидит на диете ничего плохого уже не происходит все вы просто раздуваете из мухи слона не надо слушай то мило что вы беспокоитесь но не стоит правда не стоит так я просто водички да попью я я могу о себе позаботиться ложка иди слушай брай диета и пить только воду это разные вещи ты вредишь себе я прям так и отвечу слушай ты я сейчас ладно надо попить водички а вот я так не думаю брай я считаю что тебе нужно нормально поесть что на ночь что ли ну да ночью еда говорят вкуснее ну ты даешь блин ладно хорошо но но только совсем не будь томат сожри вот там клетчатка вы какая-то будет а то будешь водой до туалет ходить о чем мы тебя избавим от булимии или как это называется когда ты супер худой подожили может путал были на россии ну короче сам факт то что ей нельзя быть худой салат это нормально я слышал калорий просто должна покушать да да я ем спасибо наверное иди спать не смотри пожалуйста я я правда доем обещаю спокойной ночи спокойной ночи брай спокойной ночи что ж мне кажется что это очень важный какой-то сайт квест на самом деле мы прямо сейчас выполнили человек который выбрал голодовку это действительно не самый умный человек давайте будем честны так здесь у нас плана ничего умница зуб тупой или умный тут другое дело окей все окей все глупые решения будут принимать даже умные люди на этом я постепенно буду заканчивать что ж у нас получается прямо сейчас и дилан создается и санчес который со мной наконец-то поговорит о чем-то серьезном и скорее всего он поговорит о чем что на самом деле мы ждем следующую серию будет очень интересно ребята а так ссылка на оригинал подписывайтесь на ложку подписывайтесь на мой канал мне было очень приятно всех люблю всех целую всем пока